К другим темам. Общепиту нет. Жильцы дома на Ленина 20 недовольны тем, что на первом этаже их дома может появиться кафе. Люди опасаются такое соседство, чревато для них большими проблемами. Еще несколько дней назад жильцы дома на Ленина 20 заподозрили неладное. На первом этаже, где раньше был магазин одежды, началось непонятное движение. Шум, гаммы, строительные материалы под окном, перепланировка в торговой точке, поняли люди. Но вот зачем? Они же перепланировки делают незаконно. Их это же обычно не проверяет. Впрочем, беспокоит людей не столько возможная перепланировка, сколько то, что появится в этом здании блинное. Докопался до истины председатель совета дома Валерий Семенищев. Руководитель этого магазина сказал, что помещение он приватизировал. И теперь планирует сделать предприятие общепита. Он сказал блинное. Ну, стали сразу спрашивать, почему вы блинную хотите организовать. Сразу мыши будут. И какие-то пошли ответы такого плана негативно, что я, собственно, имею право, я вас спрашивать не буду. Ничего против общепита люди не имеют. Однако не уверены, что сделает все хозяин блинной по правилам. Отдельную вентиляцию проведет и жироуловителей для сточных вод установит. А так должно быть по всем правилам, уверен председатель дома. Это в идеале, но в идеале оно никогда не бывает. То есть любое предприятие общепита, оно приводит к определенным проблемам. Судя по тому, как он отвечает сразу, ему наплевать на жителей. Прямо сейчас жильцы дома на Ленина 20 проводят общее собрание. Обсуждают в том числе строительство блинной в их доме. На месте находится и наш корреспондент Елена Шарыгина. Лена, что у вас там происходит сейчас? Здравствуй, Екатерина. Сейчас мы находимся во дворе дома 20 на улице Ленина. Здесь собрались жильцы этого дома, которые не хотят, чтобы блинная в их доме открылась. Скажите, чего вы боитесь, когда откроется блинная здесь в вашем доме? Мы бы не хотели, чтобы в этом доме открылась блинная, так как я живу здесь более 30 лет. Вот я лично живу более 30 лет. Раньше в этом помещении был детский клуб, где занимались дети. Мы обращались в администрацию города с просьбой выделить нам помещение под детский клуб. Нам предлагают подвал тут, который топит канализация, подвал там, где бегают мыши под глобусом. Не устраивает в первую очередь это. Почему не детский клуб? А что вы сказали, крысы. То есть может быть, что и крысы у вас здесь появятся в вашем доме? Они уже появились, потому что с той стороны пекарня, со стороны улицы Мопро, у нас расположена пекарня, они уже появились, эти крысы. Потом у нас же в магазин большой очень глобус, через все здание проходит. Но там работают над этим, чтобы крыс не было. Но тем не менее, это как бы не факт. Здесь очень сложно сказать. В седьмом подъезде все время находятся эти крысы. А вы работаете над этим? Я член Совета дома. Мы с Советом дома собираемся, эти вопросы как бы все прорабатываем. Но вот нас волнует конкретно помещение под детский клуб. Почему детский клуб будет в подвале, а блинная с рюмочками будет на втором этаже нашего дома? То есть, возможно, еще здесь будут продавать алкоголь? Но если закуску будут давать, то не факт, что... Организуют рюмочную. Да, мы решительно против того, чтобы тут открывали точку общепита. Где закуска, там выпивка тоже бывает. Решительно против. Во-первых, это будет шум, драки. Пьяные там ведут себя всегда неадекватно. И потом в Сочи заиняйте санитарии. Крысы, мыши. Тараканы. Тараканы. А канализация? Это вполне возможно затопить подвал. Из одного подвала в другой пойдет другой. Решительно выступаем против этого. А вот есть еще информация, что будут делать планировка. Вот не боитесь ли, что-то снесут не ту стену? Это тоже очень опасно. Потому что сколько примеров, что начинают долбить, все это рушится потом. Как жить в постоянном страхе? Это безобразие. А что вот если будет здесь мусор какой-то? Мусор, тем более. А скажите, Валерий, что вы планируете делать вообще с этой ситуацией? У нас законных способов повлиять на это нет. Они помещение приватизировали и делают, что хотят. Он прямым текстом говорит, я сделаю то, что считаю, нужно вас спрашивать. Не буду идти вы все нафиг. Фактически так. Он сейчас 4 часа приходил, сказал, давайте мириться. Я говорю, так вы придите на собрание, скажите, что общепит делать не будете. Он говорит, на собрание на ваше бестолковое, я не приду. Вы как бы что собираетесь? Вы дураки все. И, соответственно, что с ним сделано? Спасибо, Валерий. Студия. Здесь еще школа, и не надо здесь никакого общепита, здесь рюмочный. У нас уже достаточно, посмотрите, 400 квартир в доме. Посмотрите, по городу поискать такой дом, чтобы такая была насыщенность этими учреждениями, общественного питания, торговли и так далее. Только что вывели всех хомяков, ходили строем, вон там около мусорского контейнера. Сейчас же снова пойдет. Эти же все запахи испарения, все пойдет кверху сюда. У вас тараканы могут тоже в доме есть? Тараканов-то не простых вытравливали, а вот таких. А тараканов очень трудно вывезти, потому что в одной квартире они уходят торгуют, потом возвращаются. Это очень трудно и к вывезти. Ну что ж, я все-таки желаю вам удачи, чтобы у вас все-таки разрешилась эта проблема, и, блин, она не открылась, и здесь был детский клуб, как вы и хотите. Мы очень хотим, мы очень хотим. Какая у нас площадка для детей? Само один дозор к этому вопросу. 400 квартир. В студии. Да, спасибо, Лена. Как быть в таких ситуациях людям, когда под их квартирами располагаются токари, пекари, представители других рабочих профессий? Что делать в случае, если такое соседство не устраивает из-за шума или запаха? Об этом мы решили спросить нашего гостя, Александра Вагина, юриста. Александр, здравствуйте, спасибо, что пришли. Поясните, как быть жителем вот в такой ситуации? Ну, в любом случае, значит, если граждане обоснованы, обеспокоены этой проблемой, значит, если создается какая-либо угроза благополучия жизни граждан, они вправе защищаться. А вот здесь сказали, что приватизировано помещение, то есть у собственника, да, получается, есть все права? Все права собственника. На это помещение. Но не разводить крыс, да? Ну, он не собирается там, наверное, специально разводить крыс. Специально нет, но они могут там появиться. Но, тем не менее, есть пределы использования собственного имущества. Значит, если мы говорим о перепланировке и беспокойстве в этой части, то здесь закон говорит о том, что нужно соответствующее разрешение получить. Чтобы обезопасить граждан от самовольников, перепланировок или реконструкции. Для реконструкции нужно согласие 100% собственников жилья. То есть здесь он уже сам не сможет сделать? Ему все равно придется выйти к людям и договориться? Да, есть пределы, до которые закон не допускает заходить. То есть несущие стены сносить здесь нельзя. Соответственно, нужно соответствующие проекты. Для этого нужно получить разрешение. Зачастую и согласие жильцов дома на использование общего имущества. Там согласие должно быть 100%. Поэтому здесь они могут отстаивать свои права. Главное, чтобы они отследили, не зашел ли собственник чуть дальше, чем ему разрешают закон. Но это что касается перепланировки. А что касается грызунов, есть какие-то вообще у нас нормы закона, как раз чтобы как-то контролировать общепит, например, на первом этаже? Ну, грызуны это уже, наверное, следствие. Причина это, наверное, все-таки, как обустроено пункт общественного питания. Там, соответственно, тоже есть соответствующие требования. Ну, касаемо, допустим, это мусор, это канализация, это вентиляция. Вот здесь как раз жильцы, они, я обратил внимание, беспокоятся за запахи, санитарию. Это у нас достаточно четко прописано в нашем законе. Значит, ну, в качестве примера, значит, канализация здесь, вот, чуть вернемся чуть раньше, да, вот он собственник, он купил что? Что здесь когда-то было и как это было спроектировано? Ведь соответствующие проекты, они предусматривали и размещение в них каких-то объектов. А, допустим, для общепита есть некий запрет, значит, у них должна быть своя собственная канализация. Это в каждом доме, где есть общепит, есть общие какие-то требования, да, к общепиту? Да, есть общие требования, значит, канализация не должна совмещаться с канализацией жилого дома. Это вот, пожалуйста, могут жильцы дома посмотреть. Как это проконтролировать, не только этим жильцам, но и другим? Есть инженерные сети, и, опять же, через жилищную инспекцию, либо через Роспотребнадзор можно с их помощью или собственными исследованиями определить, а где-то у них соединяется канализация, либо она у них отдельно. Именно это санитарное и генетические требования, как раз они сформулированы для того, чтобы потом не разводить крыс, и болезни всякие разные распространялись. Александр, а скажите, были ли такие случаи, когда закрывали, например, общепит на первом этаже, вот, в вашей судебной практике? Лично в моей нет, но в судебной практике, значит, существуют такие примеры, когда, значит, существует некая угроза нарушения прав граждан, в том числе на благоприятную окружающую среду, закрывали, если невозможно устранить нарушение. А какой пакет документов людям собрать, чтобы вот закрыли заведение, которое, как они считают, нарушает? Они должны зафиксировать, наверное, да, нарушение. Какие документы подготовить? Ну, сами по себе граждане у нас, у них не так много полномочий, самое главное их полномочия обратиться в соответствующие органы. И я бы здесь рекомендовал обратиться в Роспотребнадзор, у которого все-таки, как у надзорного контролирующего органа, есть свои инструменты, и они все-таки специалисты в своем деле. Они могут проконтролировать, и правильно ли сделана вентиляция. Например, она должна быть отдельная и выше крыши, минимум, чем на метр. Я не знаю, как можно в этом здании провести в данном случае отдельную вентиляцию. Ну, то есть вы уже подразумеваете, что нарушает? Ну, да, я предполагаю, что если изначально помещение проектировалось, как, допустим, для нахождения там людей, там, детский клуб какой-то там, возможно, я не знаю, вот, но общепиту, там повышенное требование. Соответственно, а как вентиляция там сделана? В общем, жителям нужно, наверное, обращаться к юристу и готовить документы в суд. Да, в любом случае к специалисту надо обратиться. Пусть это будет, может быть, не юрист, но, тем не менее, человек, который разбирается в этих вопросах. Александр, спасибо, что пришли к нам. Благодарим вас за беседу. Будем надеяться, что у жителей все разрешится в лучшую сторону. Спасибо. 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 Спасибо.